Всем приветик! Вот такая выпечка присутствует на каждом рождественском столе в Ирландии. Называется это выпечка Минс Пайс. Вот так они выглядят. Это как наши тарталетки из песочного теста, наполненное специальной смесью сухофруктов и специй. Называется эта смесь Минс Пайс и ее вы можете найти в любом магазине в Ирландии. Приготовить ее также можно дома. Рецепт есть у меня на канале. Посмотрите, если еще не видели. У меня рецепт очень простой. Я пеку Минс Пайс на каждое Рождество и сейчас поделюсь с вами этим рецептом. Но вдруг вы захотите испечь такую же вкусняшку. Итак, приступим к самому рецепту. Я очень много лет пеку эти тарталетки, так сказать, по одному и тому же рецепту. Этот рецепт написан рукой моей дочки, когда ей было, наверное, лет 11 и мы только приехали в Ирландию. Тогда я делала эти тарталетки или Минс Пайс на заказ и моя дочка написала мне вот этот рецепт. Заголовок я, конечно, приписала уже потом сама и время выпечки уже тоже исправила в процессе жизни. Для основы нам нужно будет песочное тесто. Его я сделаю в кухонном комбайне, потому что так проще. Для начинки возьму уже готовую смесь минсмит. Как ее сделать, есть видео на моем канале. У меня просто вот эта баночка, ее нужно закончить, и поэтому я ее использую. Выпекать буду вот в такой форме для тарталеток. Ну что, для начала сделаем тесто. В кухонный комбайн высыпаю муку, щепотку соли, 2 столовые ложки сахарной пудры и перемешаю эту смесь теперь кладу холодное сливочное масло нарезанное кубиками перебью всю массу до такой мелкой крошки получается вот такая смотрите мелкая крошечка теперь включая кухонный комбайн и добавляю сюда холодную воду буквально по столовой ложечке пока все тесто не соберется в один комок нам понадобится пару столовых ложек поэтому очень осторожно с водой вот и все как только тесто собралось в комок выключаю доску или рабочую поверхность присыпаю мукой выкладываю сюда тесто ручки помыты и собираю тесто в один комочек месить его не нужно она уже смотрите достаточно мягкая вот такое получается мягкое тесто просто его нужно собрать комок теперь я кладу тесто чистый пакет и убираю в холодильник на полчаса никуда не уходим смотрите какая прелесть двойная радуга видите да две радуги они то появляются то пропадают красота это декабрь месяц ну что скажете мадам абигаль че моя девочка мы ее когда называем абигаль она сразу так смотрит на то что я сделала скажи всем привет че моя девочка и так тесто готово я его подерю пополам просто потому что мне так легче раскатывать вторую половинку пока убрала обратно в холодильник а эту половину раскатаю толщиной примерно 3-4 миллиметра духовку включила на 175 градусов или 180 градусов форму я сбрызнула маслом и теперь вырежу кружочки диаметр у меня 88 миллиметров вкладываем эти кружочки ячейки аккуратненько разравниваю все покажу как красиво стараемся делать все аккуратненько смотрите вот такие делаем корзинки вот если хотите сделать тарталетки для закусок вот это тесто тоже отлично подходит для этого как же звездочки просто померю такие звездочки еще для украшения сверху сразу вырежу второй кусочек тесто также раскатываем это чуть поменьше кусочек получился ничего страшного вот окончательный результат вот такие получаются тарталетки у меня останется немножко тесто но это потому что я наверное раскатала чуть тоньше чем нужно было можно было раскатать чуть потолще и может быть у меня еще 3 формы не очень большие теперь нарезаю звездочки мне нужно 12 штук это уберу в стороночку наполняем тарталетки смесью и специи примерно по одной десертной ложечки нужно вот на мою форму осталось пару ложек здесь буквально все разложу чтобы сверху кладу вот так звездочки ну как нормально теперь буду выпекать в горячей духовке при 175 180 градусов минут 15-20 пока тесто не зарумянится это тесто было рассчитано на 12 мин спайс но это конечно зависит от размера вашей формы и от того как тонко вы раскатаете тесто поэтому я раскаталась слишком тонко поэтому у меня ведь осталось тесто ничего вырежем звездочки кстати можете сделать дырочки в этом печенье трубочкой для питья и повесить это печенье на елку если есть детки им это очень понравится сейчас все остынет и попробуем ну как же без нее ну и вот смотрите рецепт из серии когда хотелось как лучше получилось как всегда последние две ложечки конечно были лишние те мин спайс что я переполнила они вот так немножко выкипели и как видите не очень презентабельно вот этот единственный который был не очень полный смотрите какой получился хорошо прожарился на вкус это никак не отразится так что ничего страшного просто имейте ввиду если вдруг вы соберете сделать мин спайс не наполняйте до самого верха они уже остыли присыпем сахарной пудрой и можно подавать к столу ну а эти печенюшки вот смотрите какие получились песочные обыкновенные песочные печенья их можно присыпать тоже сахарной пудрой или корицей песочные 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 песоч Продолжение следует...